Мы живем тревожное время, но интересное время. Много событий приходит через наши глаза в мозг. Мозг будоражится, и нам трудно заснуть. Народная медицина советует следующие травы. Соплодие хмеля. Именно вот эти соплодие хмеля обладают свойством, так успокаивает нервную систему, что человек засыпает быстро. Но быстрый сон – это не совсем хороший сон. И поэтому для смягчения сильного действия соплодия хмеля мы рекомендуем еще две травы. Трава душицы, которая дает мягкий, сладкий сон. Трава чебреца – это достаточно бодрый сон, когда сновидения достаточно среднеумеренные. И особенно важно в успокаивающий чай добавлять траву змееголовника. Трава змееголовника – это достаточно редкое и мало используемое людьми средство. А на самом деле люди, пьющие траву змееголовника вместе с оплодиями хмеля, травой душицы и чебрецом, у них наиболее продуктивный и, я сказал бы, розовый сон. Если в успокаивающий чай добавлять траву змееголовника, то человек спит крепко, и сны совершенно спокойные, корректные и бесстрашные. То есть всегда в этих снах человек либо летает, либо чувствует себя героем, всегда побеждает. И тогда он просыпается действительно с удовольствием, с какой-то даже радостью, потому что ночью он был победителем. Для людей, которые особо перегрузились событиями прошедшего дня, мы рекомендуем в данный чай добавлять еще корнище валерьяны. Корнище валерьяны действует совершенно четко. Пьешь валерьяну и спишь глубоко. Из этих травок можно приготовить и подушку. Всех этих травок в равных частях положить наволочку. И вот такой в виде подушечки укладывать ее перед сном рядом с большой подушкой. Когда вы лежите и вдыхаете аромат этих удивительных травок, мозг успокаивается. Но и с другой стороны мозг тонизируется. То есть не бывает такого тяжелого, кошмарного сна. А сны становятся уже радостными и розовыми. Для детей мы рекомендуем вот эти травки закладывать уже не в подушечку, а вообще в игрушку. И ребенок перед сном, играя с ними, потихонечку засыпает. Вот таким образом легко избавиться от бессонницы. И тогда сон будет глубокий, и утро для вас будет доброе и радостное. Крепкого вам здоровья!